такс привет всем моим зрителям и подписчикам и и не подписчикам сейчас я решил записать такой небольшой видосик про камиллу типа что же можно сказать об этом чемпионе почему его постоянно банят и как бы почему просто жесточайшее о.п. несмотря ни на что просто сама его все все скиллы этого чемпиона делает этого чемпиона с сломанным я сейчас постараюсь вкратце рассказать почему то что этого героя слишком часто баня чтобы увидеть его в игре такс для начала нам надо сейчас поставить настрой на допустим здесь я каткул да ну сейчас быстренько тот в этом новомодном режиме очень удобном для записи всяких видео допустим открыт отрубим миньонов зальемся немножечко золото будет нужно больше золота все покупаем не на этом вот все что рекомендует но большому счету из того что мне это рекомендует меня самое главное вот рефорс все все остальное не очень важно качаем заклинание побыстрее возвращаемся идем на мид идем на мид так 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 автоматический откат маны все создаемся не на врага допустим создадим врага и так что дает пассивка камилла пассивка камилла дает ей шилд от определенного типа урона на 614 хп от физики или магии с кулдауном примерно в 10 секунд так и десерт будет пассивка у нее ну то есть куда он 10 секунд это у нее ну как сказать это уже после 13 ловла то есть на первом этом будет 20 секунд на на 7 лет по 15 секунд ну в принципе как то так и соответственно но количество что 20 процентов типа это не меняется спасибо но как видите раздается нах вот допустим с таким закупом то есть практически нету айтемов на хп ну ну как ну то есть не самая бронированная камила тут допустим место там пары ады айтев можно еще что-то там на армор на хп и на резис ну то есть она дает примерно там 600-700 хп а учитывая что кулдаун 10 секунд то в тимпайте она как минимум два раза его прожмет то есть там где-то на халяву шишилд будет там но на тыс на тысяч полторы хп но так не неплохая пассивка но как бы даже нет пассивка делать его п хотя ее тоже надо резать и так что можно сказать про кошку кошка по сути у это мгновенно усиляет две автоатаки но вторую автоатаку надо произносить но через полторы секунды после первой чтобы нанести во-первых повышенный урон а во-вторых весь этот урон превращается в true damage и смотрите ну допустим сейчас вот вот первый автоатаку минус 470 второй автоатакой мы нанести 939 урона но как бы сейчас я отрублю кулдауны чтобы у меня не откатался трифорс в принципе весь смысл камилы чтобы максимизировать ее урон с кушки надо кушке прожимать заранее ждать ждать откат трифорса и только потом прожимать вот эту штуку то есть и вот этот там 300 бонус физикл дэм уже трифорса превращается в 300 true урона что как бы немножечко сломано допустим сейчас без трифорса прожмем видите на если 640 дамага теперь допустим вот немного подождем откат 3форса наносим 939 ну это исакевой базовый механик который нас знаем про кушку то есть ну сами понимаете всего-то 939 трудом уже там ульта чё гата а это даже не ульта это просто кушка там с кулдауном ну примерно там каждые 5 секунд ну то есть 3-6 секунд кулдаун пока там нанесете автоатаку ну где-то примерно как каждые 5-6 секунд вы можете носить по 939 там тру дэм уже но это конечно с фул слотами там ну допустим даже если будет там 300 урон там лавали не на этом девятом это достаточно сильно все равно основа основы это тип трифорс типа базовый атак дэмэдж камилу на 18 ловли со 49 то есть как вы видите типа трифорс дает и всего-то 300 урона то есть очень высокий базовый ады у нее у этого героя что еще можно сказать есть вышка ну по сути вышка это тот спелл ну то есть это такой спелл прыжок то ей надо просто до дамажить вот это вот касать до дальней штукой когда вы дамажите дальней штукой вы на 0 мало вы во-первых замедлять врагов на 80 процентов да и как бы вы всегда замедляете врагов на 80 процентов самого первого этого спела ну то есть примерно как вышка насоса только помимо этого это еще и прыжок еще есть базу и ad урон а еще у этого героя есть еще и процентный урон который дает где-то 3 процента за 100 ад бонусных на нормально тогда то есть тут пить 15 процентов макс хп урон 80 процентов заведло и еще где-то там то есть вот видите вот я просто замажу вэшкой по миньончику наношу ему где-то 1080 дамаги у миньончика 100 армора себе представляете что будет адекере с одной такой вэшки план ну дальше переходим к самой сломанной способности камилла это ешка как бы что делать ешка ешка это универсальное средство для врывов для того чтобы убежать то чтобы передвигаться по карте для ганга вообще для всего то есть это наверно самый длинный дэш в игре ну практически самый длинный ну может там какая-то усиленная валькирия корки будет длиннее ну я не имею ввиду такие ну то есть из таких способностей которых ну типа низкий кулдаун всего за 6 секунд это ну один из длиннейших ну и типа один из длиннейших способов эскейпа не считая там какой-то там ну там корки под валькирий сейчас мы сделаем откат кулдаунов и просто примерно покажу что можно сделать с ешкой во первых когда вы выкидаете ешку вы прицепляетесь как сказать к этим ну определенной территории посол вы прицепились вы можете выбрать любое направление куда вы хотите пойти если по пути вашего направления есть вражеский герой ну да на случай вот эта штучка играет то вы можете прыгнуть него можете сразу на него прыгнуть можете чуть попозже и застанете его когда ну то есть видите он эта штука действует достаточно далеко достаточно вот и вот сейчас типа не достал но хотя бы не но не настолько уж все из слов ну как сказать словно но типа немножечко грани есть и так когда вы типа вот после второго прыжка подойти по герою вы наносите типа тебя дайте я еще одну штучку поставлю спаунными думе чтобы показать так спаунными думе мы врываемся мы наносим по по всем врагам урон типа и станем всех то есть во первых это не просто стан это массовый стан если враги стоят рядом то есть если враги стоят видите вот но но если враги как-то спозиционироваться этого можете заставить там двоих троих ну как кого хотите то есть помимо всего этого после такой вещи камил получать 80 процентов атака спида на 5 секунд 80 процентов но этот бонусный атака спида то есть на первом левеле ешки вы будете получать 40 атака спида и учитывая что вы не будете скорее всего моксить вы будете моксить qv то ну как бы вот вы все на халяву 40 процентов атака спида то есть раньше он стал не растет он как был там сломанным сразу как он и будет сломанным сразу и так что нужно еще сдать аешки когда играете против камилы пенс какого расстояния камила может вас ворваться а именно ну как видите вот примерно от башни она может лететь до центра карты ну то есть это все вот идет вот так спокойненько ну конечно а то вот так вот она не застанет но типа обычно так не обязательно стать может просто кинуть ульту вот по поводу ульты камилы это это тоже отдельный разговор ща потом по насчет не поговорим но что еще может сделать с ешкой можно увеличить искусственно раньше ешки за счет нашей вышки и как видите застанет врага это вот такой финт есть но самое главное прожимать вэшку прямо цену вовремя то есть вы прожимаете вешку прям когда летите во врага и желательно еще в этого врага надо врез так сейчас я немного подвину эту штучку чтобы чтобы до нее до доставать случае чего я еще точно сказать не понял принцип вот то есть вы можете помимо того чтобы прожать ешку вы можете еще и лететь на вышке одновременно конечно это типа ну не максимизирует урон вешки но все равно так вы можете искусственно увеличится рейдж камила то что если допустим просто я буду лететь то возможно я могу сейчас не достать ведь вот если просто лечу я не достаю стану а если я лечу через вешку я не понял застанил я или нет ща ну в общем вы можете его допустим вот сзади вас стоят враги вы если вы хотите типа сразу раздамажить тех вы делаете ешку то есть вот все таки ешка станет сейчас я не понял увеличиваться ли рейдж станом при прожатии вешки по походу нет походу все таки нет не ну возможно увеличивается ну то есть в любом случае если вы вырываете врага с ешки то прожимаете сразу вешку возможно это будет полезно но во крайней мере случае чего случае если враг захочет отслышаться то вы еще типа будете лететь дальше то есть и как бы когда враг рядом вам не обязательно лететь прямо врага вы можете просто допустим за ну у вас просто вещество раньше ешка вам не взять прямо него лететь то есть видите вот за счет вешки можете просто вот лети куда-то далеко а теперь допустим вот врага не будет рядом то есть вы уже не так далеко пролететь ну как сказать не так далеко достаточно далеко то есть если взять вообще вот ну все 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 в учет ну допустим вот то есть сколько у камилы примерно способов сократить расстояние у нее есть но у всяких героев есть flash есть вешка ну так вот есть просто базового прыгать ну такой небольшой на прыжок то есть с флешом 2 ешка может считать как двойной способ сократить расстояние то есть 3 4 и ульта 5 потому что ульта это тоже прыжок в общем представьте вы что вы адекере и против вас играет геройка у которого 5 способов сократить дистанцию то есть как то может примерно выглядеть так насчет ульты сейчас насчет ульты надо поставить вот 8 то есть примерно если вот от своей башни камилы может достать даст ну то есть вот короче раньше камилы это практически вся карта вот я вот допустим вот так вот сделал но и там недавно допустим вот сейчас заспавню тут врага типа вот нам да надо вот вот мы видим там в конце врага он единственная ульту не поражал но все равно то есть все таки у ульта есть какой-никакой на кулдаун возможно все таки ну то есть практически мгновенно но плюс за счет ешки вы можете пересекать практически любые преграды в игре даже толстый вот который вот там допустим вот вот эту стенку какая-то не дали там не преодолеет вот эту стенку вот вы видите какие толстые стен можешь камил пересекать то есть вот только такие не можешь пересекать ну это так ну допустим вот здесь еще может так ну по крайней мере стан ешки действует только на чемпион я ну не только на чемпиону по камеру увеличивается рейнш ешки так насчет ульты что делает ульта это очень простой спел ультуете у врага выкидываете всех остальных когда вы ультанули врага вы еще наносите по нему всего-то там бонус на магический урон примерно 15 процентов бонус на магического урона и где-то каждая автоатака наносит по 8 процентов хиппе то есть если вы под ешкой его вы там как и в общем дичайшие дамаги со всех спилов что только есть то есть там в каком-нибудь там как леда есть только вот допустим какой-то один из этого то есть там или какой-то процентный урон а тут есть во-первых там тру дэмош на кушке есть процентный урон от макс хп на вышке плюс еще отхил на сто процентов дамага есть понимаете вот то что-то камел наносит 1000 урона она еще и еще и отхиливается при этом настолько же присоединилась шилд плюс у нее есть 8 процентов макс хп ну видите я уже все там где-то ширину за все это время я внес 6000 дамажа допустим представим вот надо вот какой-нибудь это ты вот типа вот за за это время огнём где-то 4300 урона паса про по таргету со 100 армора и типа если это было до керри он вас типа адыкеры должен сваливаться примерно за проказ кушки все то есть и как только вы выдадите по нему до труда макс шинаму то он уже склеится скорее всего потому что вы же еще могли по нему там ешкой попасть сперва то есть потом еще за улететь ну в общем адыкеры не живут и вы мало того что типа ну конечно вы флешиться из этой штуки можно но как вы знаете флешить раз пять секунд и типа не у всех они есть не всегда берут там только какой-то из реаля враги и принципе да да даже если есть вашего во первых есть там во первых есть там без всего-то всяких пять видов дэш у вас то есть вы из реаля догоните кого-то кому надо догонить то есть этот герой может сейчас что-то не могут всем преодолеть можно издали вот ну да то есть чем дальше выпинать то есть вот вот допустим нет ну чё тут не на все стенки работает но большинство стенок работает то есть мало того что вы можете прыгать там вы можете дешится вы можете врубаться во врагов можете убегать от врагов можете прожимать печеньку можете ну чё угодно можете делать в общем можете всех убить я хочу спасать что конечно там кроме вышки все это ну ну да ну вешка тоже типа по по нескольким врагам наш но тип не всегда что это по сути все-таки сингл таргет как бы урон вносит камелло все равно герой очень сломанный это механических винтов нет типа если выйти ешка флэш что типа ничего не произойдет то есть у вас типа да ну совсем сперва ешка потом флэш что у вас ничего не произойдет я стану ложка флэш что ну допустим сейчас мышка флэш мышка флэш работает ну то есть ну если вы хотите делать так то надеюсь флэш и вышка допустим вы пожимаете вышку враг флешается, и вы по нему, типа, вот, ну, 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 по крайней мере, у вас, типа, есть время подводить, хотите, вы флешаться, чтобы добить рога или нет. То есть, ульта длится достаточно долго, ну, то есть, не знаю, вы можете заплешаться и, типа, чем ближе к врагу, тем быстрее ульта. Так, а дальше я попробую ульта флеш, типа, вот. Флеш ульта. Ну, в общем, то есть, никаких финтов с флешом у Камилы нет. В общем, на самом деле, я думаю, это, в принципе, все, что надо было знать. То есть, все-все таверки перепрыгиваются, плюс вы можете просто стоять, подождать, решить, куда вы хотите уйти, как в Человек-паук, такой спайдермен. В общем, у героя есть, там, 5 дэшей, true damage на косарь, процентный урон от Макс ХП, процентный урон от, типа, от текущего ХП, прыжок на километр, от хил, шилд на 600, с кулдауном, там, 20-10 секунд. Ну, в общем, баньте Камилу и это. Старайтесь за нее не играть, потому что, не знаю. Хотя вы, наверное, не сможете за нее поиграть, потому что она сломана. Так что, ладно, всем-всем спасибо, всем пока.